всем привет в этом видео мы будем менять плату у samsung galaxy s4 mini тут у нас новая плата это не рабочая ее нафиг и сейчас мы поставим плату с алиэкспресс посмотрим как она будет работать будет ли она вообще работать заказана за 80 блин чё за бред горы что это был заказана она за 800 рублей было причем вот эту я заказывал год назад она проработала чуть больше года заказывал я ее примерно за полторы тысячи рублей так приступим сделаем надрез небольшой так вот коробка и плюс если что-то с ней будет не так мы это видео отправим на алиэкспресс и вернем деньги если плата не будет рабочий первое вскрытие у нас происходит да тут должна быть плата должна быть версия 9192 именно которую я заказывал блин так так дошла она где-то за дней 10 в принципе для доставки с алиэкспресс это быстро неплохо так платы есть это уже хорошо как бы уже нас не обманули по виду она неплохая 91 90 надо 90 заказал именно так все правильно платы из гонконга как было написано на коробке оказывается как бы ничего не скрывалось случае чего да так умно сделали купим доказательство что все окей плату мы там не скрывали так давайте и осмотрим у нас пломбочка есть от продавца по виду конечно да царапинки всякие на ней у нас камерой плата с камерой причем камера как бы она отдельно но она должна быть без камеры плата вот это как бы оригинальная камера от моего телефона а вот эта камера уже тут было но спасибо за камеру нормально отличие есть эту защитную штуку такую снял ну все по виду все окей кнопочки все нажимаются так на всякие царапины на ней есть небольшие всякие штуки непонятны все нам самое главное ставить ее включить если все будет работать отлично я уверен что все будет работать потому что как бы раз продают оплаты иначе не должны работать пока что все нормально проходит я всегда ожидаю худшего типа за 800 рублей плата с алиэкспресс это ну все равно риски есть небольшие но они есть у меня по идее не заряжен должен быть но если включится сейчас то все то есть отлично мне не хочет он включаться наверное севший севшая батарея естественно насевшая но уже месяц не включалась не заряжалась ни разу и в общем то когда у меня телефон сломался батарея тоже севшая была у меня на нем как я предполагаю флэш-память просто сдохла как бы все телефон тупо не работает ну либо я дурак и как-то запорол гнездо из-за чего он не заряжает как бы плата может быть рабочий в нем я получается просто так 800 рублей выкинул но продам случае чего пока никакой реакции нет может реально запор это гнездо и сколько плат не покупаем все равно не включится но все-таки я на 99 процентов уверен что плата сдоха вот поэтому телефон должен включиться как включится мы продолжим запись в опыт включил нормальный блок питания вот xiaomi и как и как только его воткнул я в розетку он сразу включился это значит дизильный блок питания айфона 5c который он уже давно не работает самый фон а это вот блок питания тоже левый скорее всего в помойку телефон работает все отлично значит да я угадал проблема была в плате плата сдохла и уже не сделать да и нафиг она не нужно уже не рабочие телефон работает какая-то прошивка ним стоит непонятно и сейчас я сразу поставлю нормальный android 9 или 7 посмотрим версия окей вот эта плата ай 9195 вот этот которым не было а это плата и дети 1 90 и прикол в том что он живет прикол в том что по идее тут должен быть 4g lte но прикол в том что в этом телефоне работал только 3g это сеть плохо у нас работала в нем очень плохо я думаю из-за того что сам вот этот мод модуль связи мне кажется это модуль связи я не знаю что это но мне кажется что это он потому что на версии lte тут написано lte возможно это антенна на тут крепится и мне кажется плата ты типа поддерживает вот эта вот штука в самом телефоне антенна на 3g на типа для версии 9190 и 9192 как бы у нас не указана версия вот это вот ну а я так думаю не совпадало поэтому вот тут у меня и нет практически не работал реально в этом телефоне у меня связь тупила жестко интернет очень-то хреново работал я решил заказать старую версию платы ну чуть версию пониже вот не вот эту которая была чтобы тут хотя бы на отработал и звонки проходили ну все телефон работает удобный маленький такой компактный вот моя рука вот телефон сейчас я записываю средний ноут 7 он прям такого во всю ладонь и дико неудобный а тут я могу вот вот как бы у меня палец достает до всех частей экрана очень круто и очень непривычно пользоваться таким маленьким телефоном пока что умер он у меня примерно два месяца назад на где-то два месяца назад не вот я за 800 рублей заказал плату принципе нормально так все работает полностью рабочий телефон плюс камеру в подарок мне подарили еще работает на low battery ну камера как и же работает нормально а я уже так вот свайпаю как жестами и нифига это не работает проблемы могут быть в bluetooth который может не работать тут он работает в принципе думаю она полностью рабочая мне так кажется поэтому дальше я уже не буду снимать все телефон работает вроде бы почищенный без всяких а вот какие то есть старые нормально итоге все мне мне принципе нравится все сойдет в принципе все нормально захожу в аккаунт тут уже на что-то скачивается это плата получается уже сдохшая она нафиг не нужно ее можно тоже кинуть все я в принципе доволен покупкой стоит дешево 800 рублей нормально плата рабочие вот это я брал за полторы тысячи всякий аккаунт зашли ну все всем пока вот такой вот у нас был такая вот распаковка распаковка платы с алиэкспресс за каких-то жалких 800 рублей подвоха пока что я не увидел все отлично все всем пока ставьте лайки вам подписывайтесь на мой канал постараюсь делать что-нибудь интересное на этот канал кинуть видео ну вот появилась возможность я решил записать данную распаковку все стабильно прошло без всяких там ситуаций непонятных все окей распаковал заменил все работает сейчас только болты закручу и буду пользоваться настраивать поставлю android какой-нибудь сюда нормальный все нужные приложения скачаю и в принципе рабочий телефон только он нагревается батарея горячая все всем пока